приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам что нас ждет в патче 1.27 поговорим обо всем что содержится в этом патче отдельно также еще сделал видео про трейдин сейчас пока не делаю этот видос поскольку на сайт еще новость про трейды не вышла есть только там картинки что можно там из нового получить но чтобы видос был полноценный и без ошибок нужно чтобы вышла новость и я четко мог вам в видео рассказать какие танки лучше всего сдать какие лучше всего получить а то получится видос какой-то неполноценный я думаю что в скором времени эта новость должна появиться поскольку этот трейдин уже скоро будет с 3 июня по 10 июня он у нас будет и из новых имбовых танков которые там можно получить это су-130 pm м54 ренегат а также пантера 88 также тут есть танки которые достойные упоминания это лора 40 тонн е-75 т.с. mx m4 мл-49 в общем в этот раз есть очень много хороших танков которые там взять можно но также нужно дождаться официальной новости чтобы понять какие танки лучше всего сдать вдруг там чё поменяли какие-то танки может убрали какие-то танки может быть сделали за 50 процентов какие-то за 100 какие-то за 70 и тогда я сделаю полноценный видосик и расскажу что нас новая ждет в патче 1 27 ну первое наверное самое интересное это ранний доступ нарыл я тут информацию неофициальную что ранний доступ с 12 июня по 11 сентября то есть получается у нас что ранний доступ у нас до конца лета кто-то из зрителей был прав я думал до конца года будет но видимо до конца лета что в этом раннем доступе менюшка очень сильно похожа на сборочный цех у нас есть этапы в которых нужно выполнять задачки но задание выполняется по одному по очереди они как в сборочном цехе сразу весь этап каждая задачка по очереди по одной выполняется вы за нее получаете жетоны на каждый же танчик нужно определенное количество жетонов чтобы его получить также жетоны можно еще и докупить за какое-то там количество золота насколько я понял также когда пройдете эти этапы открываются специальные задачи они выполняются случайных боях и в натиске дополнительный этап открывается с получения машина восьмого уровня из ветки раннего доступа ветка пока что в раннем доступе у нас доступна с 7 уровень 8 и 9 десятки там нет я на тесте выполнил задачки докупил за золото и смог доползти до восьмерки покатался на восьмерке что я хочу сказать это бронированный танк тяжелый с большим дырявым нлд но в остальных местах в принципе броня какая-никакая есть очень длинный неповоротливый танк вперед едет более-менее нормально но вот динамика и маневренность конечно такая себе где-то в позиционке от башни постоять нормально пушка вниз опускается на 10 градусов отлично пушка у нас барабанная на два снаряда перезаряжаются там 30 с хвостиком секунд два снаряда с альфой 800 на фуасе между выстрелами перезарядка 3 секунды у всей ветки пробитие ббшкой с альфой 600 у нас 220 там чем-то пробитие фугасом 180 кажется примерно такие цифры суть в чем в том что бумажным танком пробитие 180 на фугасе будет более чем достаточно альфа 800 еще и барабан говорит нам о том что мы любой бумажный танк 8 уровня можем убить за барабан а если сильно повезет то за один выстрел либо с поджогом либо с альфой большой если вбр будет на нашей стороне даже те тяжелый танк можно убить с одного барабана если мы два раз подряд пробьем фугасом 2 по 800 1600 у многих танков тяжелых 8 уровня примерно 1500 хп в итоге за три секунды мы можем убить одноклассника если вбр даст пробитие если вбр пошлет снаряд нормально это абсолютно токсичные вбрные танки которые понравятся грубо говоря танкистам которые не заморачиваются играют как попало выехали куда-то там бах-бах и готово потом уходят на долгую перезарядку либо выживают либо умирают в общем эти танки скорее всего сильно ускорят бои поскольку либо они с барабана могут прям забрать кого-то либо могут ошибиться или игра не даст им нормальную стрельбу уйдут на долгую перезарядку на которой их подловят и убьют в общем и целом я абсолютно против такой концепции танков мне не нравится фугасные токсичные танки еще и с такими барабанами которые убивают за три секунды одноклассников это абсолютно ужасно даже если заряжать не фугасы а бэбэшки пробитие неплохое на бэбэшки и альфа 600 между выстрелами 3 секунды 2 по 600 1200 мы все равно танк одноклассник с маленьким количеством хп можем забрать натяжа конечно уже не хватит но пушки очень кривые и вброзависимые повезет не повезет я абсолютно против таких танков поскольку я стараюсь играть на результат стабильно и влиять на каждый бой такие танки наоборот делают бои непредсказуемыми неадекватными очень все зависит у них в стрельбе от вбр на них легко ошибиться и также иногда можно просто с барабана забрать танк причем просто случайно если враги подставляются мы просто два свертухи даем если она залетела танка нет не залетела мы уходим на долгое кд и нас могут задавить легко абсолютно дурацкая концепция танка мне не нравится вообще в принципе по самой задумке раннего доступа идея неплохая чтобы за задание получить танки и не тратить на них свободки время на прокачку ветки на выведение танк в топ на то чтобы серебро тратить на покупку этих танков это прикольно но когда ты получаешь танк он все равно в стоковом состоянии то есть за жетоны я взял сразу восьмерку пропустил семерку в ветке мне бы пришлось выкачать семерку потом семерку вывести в топ потом прокачать восьмерку а так получилось пропустить этот момент взять сразу восьмерку причем когда у тебя жетона на танк хватает танк у тебя сразу появляется в ангаре не надо ничего там делать то есть ты просто выполняешь задачки жетоны тебе добавляются и танки сами автоматически появляются в ангаре не надо ничего делать вообще абсолютно не покупать не тратить задумка неплохая но в целом я не понимаю концепцию раннего доступа она тут для чего такое ощущение что не совсем название отображает суть поскольку ветки уже готовы танки готовы нарисованы бери их и играй казалось бы в играх ранний доступ это что это разработчики которые там не доделали какую-то игру или режим или что-то там в игре дают вам ранний доступ чтобы раньше вы попробовали протестировали дали какой-то фидбэк плюс еще чаще всего делают это за донат чтобы разработчики получили ресурсы на продолжение развития игры вот для чего делается ранний доступ а здесь ранний доступ чтобы что ветка готова разрабам нужны ресурсы чтобы ее сделать так она уже сделана абсолютно непонятно но раз игроки не будут на эту ветку тратить свободку опыт и так далее то будут наверное другие какие-то активности где мы будем сливать свободку по типу аукционов там и так далее говорили нам что будут часто но уже чуть давно не было никакого аукциона видимо все на осень откладываются это мы еще не видели как-то выглядит десятка вроде как говорят что у нее параметры тоже жесткие нас барабана вырубает танк тоже это очень токсично единственное что у этих танков нет какой-то так называемые алды специальных снарядов которые имеют высокое пробитие там допустим тяжей пробивают в лоб куда-нибудь в зимой зоны тут есть один снаряд это фугас у которого не такое же большое пробитие новые зимы зоны хватает и есть еще бэбэшка у которой примерно обычное пробитие как на уровне у одноклассников но прикол в том что у нас большая альфа даже на бэбэшки так еще и барабан который даже бэбэшками забирает танк у которого на уровне мало хп какая-нибудь бумажная птшка допустим если бы в этом раннем доступе была бы нормальная адекватная ветка простая интересная но не вот такая токсичная я бы был бы абсолютно за задумка неплохая что-то в ней есть но реализация как обычно вот такая ужасная на мой лично взгляд плюс еще что я заметил у семерки абсолютно слабая броня 220 пробития бэбэшкой на восьмом уровне хватает за глаза чтобы пробивать семерку тупо в лоб поэтому это такое себе но она девятки я не смог поиграть поскольку следующие этапы где выполняется задание и можно получить жетоны еще закрыты а золото 100000 я потратил чтобы дойти до восьмерки сколько будет стоить на релизе прохождение этих заданий я пока еще не знаю посмотрим но пока что это событие мне не нравится следующее что нас ждет в патче 1.27 это подписка платная подписка которая так понял будет стоить 299 рублей что в нее будет входить эксклюзивный танк объект 752 броня у него такая специфическая нлд тоненькая влд круглая и очень сильно зависит от того куда вы танк будете наклонять если вы вперед его наклоните влд будет легко пробиваться если поднимите то тяжелее плюс еще очень бронированные борта с экранами но там есть в передних катках какие-то дыры поэтому тоже повезет не повезет также большие дырявые лючки которые можно прятать поднимая пушку но когда вы поднимаете пушку то сильнее видно вокруг возле маски каемки на башне которые пробиваются я на нем чуть-чуть от сыграл особо ничего не понял вроде у него был барабан когда он тестировался сейчас барабана нет кривоватая пушка такой вот какой-то прям танк 9 уровня в общем на релизе я возьму это танчик за подписку покатаю и сделаю полноценный обзор на тесте там даже на 9 уровень тяжело попасть в очереди людей почти нет долго ждешь потом собирается бой там 5 на 5 играешь какую-то чепуху невозможно вообще понять что это за танк также в этой еще платной подписке хранилище золото если мы будем играть активно то за неделю мы сможем на фармить 500 золота также есть еще ускоренное обучение членов экипажа нужно выбрать какой-нибудь танчик у которого будет качаться экипаж даже когда нас нет в игре также бесплатный демонтаж штатного оборудования штатно это белое остальное оборудование снимайте по старому способу также дополнительные награды за выполнение ежедневных задач но насколько она там улучшается я так пока и не понял и командный бонус за каждого человека в команде у кого есть эта подписка плюс один к фарму серебра для всей команды максимум можно плюс 10 процентов то есть даже если у вас нет подписки у кого-то в команде есть то вы будете получать больше серебра за бой принципе с подпиской разобрались дополнительных слотов в черном списке карт у подписки не будет разработчики в дискорде ответили что черный список карт портит балансировщик принципе я вам много раз это говорил раньше разработчики давно уже на это отвечали также в патче 127 нас ждет линия фронта на восьмом уровне натиск каменный волк у которого будет боновый магазин про боновый магазин я уже делал отдельное видео можете посмотреть на канале очередной запуск стального охотника без изменений также нас ждет летний ангар который похож на весенний только лет большие переработки карты линия маннергейма нас ждут добавили много проездов очень сильно переработали берег также переработали освещение на карте химмельсдорф есть еще балансные правки про это я делал отдельный видос нерфят в хламину супер коня апают семерку восьмерку чехословацких ст также хорошо апнули 116 f3 я на нем на тесте покатал мне очень сильно понравилось танк стал приятный по стрельбе до 8 секунд между выстрелами на три выстрела мы грубо говоря цикличный танк потом 20 с чем-то секунд мы там перезаряжаемся как барабанный танк и потом опять на три выстрелом и цикличный танк с кд 8 секунд но пушка стала очень стабилизированная приятная с нее очень кайфово стрелять а раньше она была еще и кривая это очень хорошо по поводу нерфа нлд все равно в нлд мне иногда не пробивали там она двойное какую-то плоскость понерфили видимо самую низкую в общем танчик мне понравился а вот кара 45 т его там переделали мне не понравилось вообще пушка кривая стабилизация отстой точность отстой пробития слабая до сделали быстрее кд один снаряд убрали осталось три снаряда в барабане танк абсолютно конченый я на нем как не играл так и не буду играть танк фигня полная до быстрее стреляет но кривое пробитие нет также добавили три новых танка каких-то йох 8 уровня американский понятное дело также две птшки девятого уровня тс-60 и фв 205 б аллигатор у нас в игре очень мало акционных и премиумных птшек вот еще две сделали а то у нас в игре очень мало пт каждый бой видим разработчики стараются изо всех сил каждый патч зафигачивать еще целую тонну птшек а то не дай бог количество пт просядет молодцы разработчики работают прям не покладая рук также еще в патче не 27 нас ждет пару новых 2d стилей вот в принципе весь патч который будет у нас все что будет в патче 127 я доволен апом китайского тяжа за глобальную карту 116 f3 в принципе больше ничего интересного лично для меня нет вообще события танки в раннем доступе абсолютно провальная портящая очень сильно игру грубо говоря она может зайти целевой аудитории которая там играет на 45 процентов не вдаваясь в подробности им лишь бы фугасиками силуэт куда-то бахнуть чтобы игра за них решила пан или пропал мне же абсолютно это не нужно для меня лично это большой минус для игры подписка практически не интересное ничего полезного в ней для меня лично нет танчик я вам покажу и больше наверное подпиской пользоваться не буду и есть подозрение что танчик мне тоже особо то и не нужен такой думаю что в за 114 китайский прям 9 уровня в тысячу раз поинтереснее а этот такое но я пока на нем достаточное количество боев не провел нормальных в рандоме пока что хоронить его заранее не будем но яму я уже под него подготовил натиск как натиск линия фронта на опять на восьмерках мы это уже видели в принципе все вот весь патч осталось только еще поговорить про трейды и все в конце еще добавлю то что неизвестно какой сложности будут задания в раннем доступе поскольку на тесте задания просто затычки они ничего себя не представляют больше похоже на то что задачки будут сложные долгие чтобы хватило на лето а если вам не втерпе что завозите целый камаз золото и пробуйте фугасницы которые зайдут под пивасом который еще испортит рандом потом осенью это добавят просто как обычную ветку ее прокачают все еще сильнее испортит рандом наиграются потом когда уже эта ветка будет популярная и разработчики по статистике увидят что высосали все соки из игроков этой веткой понерфит ее в хламину чтобы она больше не портила рандом и скажут но вы же просили она же токсичная вот мы починили в итоге разработчики убьют несколько заказается в одним выстрелом высосут все соки из игроков а потом пофиксят ту работу которую они сами себе и подкинули гениально абсолютная стандартная схема событий сделать непопулярные танки популярными за счет переапа потом когда этих танков становится слишком много этот танчик заменяется другим танчиком чтобы люди шли качать его тем самым мета меняется ресурсы крутятся разрабы мутятся с вами был варчик играйте красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok